Добрый вечер! Я вижу тут знакомые лица, люди, которые как-то в моем творчестве проявляют интересы, это очень приятно. Вообще название сегодняшнего вечера я придумал, на афише его нет, семь сказок. Дело в том, что первое отделение будет более длинное, второе более короткое, и вот почему. Потому что я решился еще почитать сказки. Дело в том, что у меня есть книжка-проза, но там их почти нет. В том-то почему-то захотелось написать. Почему? Но дело в том, что сейчас процветает фэнтези, наверное, просто это сказки для взрослых. В свое время у меня в журнале «Вокруг света» был фантастический рассказ напечатан. Но в этом жанре я себя решил дальше не проявлять, потому что как-то это глубоко меня просто не захватило. Но благодаря этому я познакомился с писателем, ныне популярным фантастом Владимиром Васильевым, который из Лукьяненко написал «Дневной дозор». Тогда он служил в армии, написал мне письмо, он думал, что я писатель. Если вышел один рассказ, его успокоил нет. Если напечатал был один рассказ, это не дает мне права таковым называться. Так что в этом жанре едва ли я что-то буду делать. А насчет сказок, ну может как раз Андрей Синявский, замечательный писатель, один из его персонажей, говорит «Ври больше, я должен знать правду». И вот это вот завирание, которое мы не грешим на самом деле этим, потому что эти все гиперболы для поэзии, для песен – это дело совершенно естественное. Это просто я вас подготавливаю к тому, что во второй части я немножечко почитаю. Песни у меня короткие, но и сказки, соответственно, короткие, поэтому мучить долго не буду. Ну вот, а теперь я начну с ностальгических, пожалуй, песен и стихотворений. Начну со стихотворений. А как пели первые петухи, Вся страна вставала не с той ноги, Что ни день, то праздник, легко понять, Я на времечко то не хочу пенять. Где цвели во всю хохлома и кжель, И ракеты всегда попадали в цель. Той страны уж нет, я грущеней, Я любил ее за размах бровей, Ширину полей, глубину морей, За чугун ее комнатных батарей. Бляхи медь, оловянный пустой зрачок, За стального затвора захочет щелчок. Теперь вот будет поездная тема, Первая почти такая, почти сказочная. Мчатся тучи, вьются тучи, Мчится поезд на Москву, Освещая снег летучий. Нет, высокую траву. Александр Сергеевич Пушкин Задремал под стук колес. Я и добрая подружка. Очень странный симбиоз. Если поезда не будет, Мутно небо, ночь мутна, Человечество забудет эти виды из окна. Лишь тарелки рой за роем, В беспредельной вышине. Пушкин зрит себя героем В непривычном, дивном сне, Где легко ему и чудно Над землей зависать. Боже праведно, как трудно После Пушкина писать. Дальше проузную тему. Поезд наш выбивался из графика, И на станции стал узловой. Над высокой кучей гравия Раскорячился кран козловой. Электричка проехала встречная, На погрузке стоял товарняк. Завели перекличку диспетчеры, Люди с ведрами на головах. Я от скуки смотрел расписание, Рассуждая о том, как поэт Неизменно свое состояние Переносит на каждый предмет. Проводница уборку затеяла, Забежала под тряпкой стекло. Кран поехал, лебедка заблеяла, Ковш на гравий упал тяжело. Над пологими лысыми склонами Ветер дымно развеивал след, И цыганка проперла вагонами С гороскопом на тысячу лет. Посвящение поколению шестидесятых. Люблю это поколение. Большой, тяжелый, грузный, Обечатанный в траве по пояс, Задумчиво перебирая шпалы, Шел поезд, не ехал, шел, Колеса волоча, в лесах, как филин, ухал. Внимал с гора коворочки грача, В полях ромашки нюхал. Готов ему, что блох у пса, Попробуй в шерсти достать их. Он жил, гордясь своей рабочей робой В шестидесятых. А нынче всем, кто помнил сбок варей, В руках у нас винтовка. Он пел в краю небесных звонарей, Кому не остановка. Но рвали дым, как знамя над трубою, Ветра эпохи, Что время нам оставило с тобою. Стихи да вздохи, Большой, тяжелый, грузный, Обветшалый колечки нибы, Пускает в небеса по старым шпалам, И мне за ним бы наш паровоз Вперед летит. Еще одна ностальгическая песня, но это уже стихотворение не мое, а замечательного поэта Бориса Рыжего, который, к сожалению, очень мало прожил. Но это воспоминания 80-х годов. Вдруг вспомнятся 80-е Столпою у кинотеатра Весна, ребята, волосаты. И вот теперь в начале марта В стране чугун изрядно плавится И пролектируются танки. Шитуха жизнь плывет и нравится Приходят девушки на танцы, Привозят джинсы из Америки И продают за пол зарплаты Определившиеся в сбереге Интеллигентные ребята. А на балконе комсомолочка Стоит немножечко помята Она летала, как дюймовочка Всю ночь в объятиях депутата Но все равно кино кончается И все кончается на свете Толпа уходит и валяется Сын человеческий в буфете Еще одна ностальгическая песня будет звучать Это стихотворение московского поэта Игоря Караулова Называется оно «Мемориальное» Раньше называлась проспект Калинина А теперь зовется Новый Арбат Улица понтовая, но не длинная Помню ее в Олимпийский год Шелестели окнами дома высокие Дятюшка повел нас в кафе Валдай И я в тот день не знал, что умер Высоцкий Но значение тому не предал Я тогда порезнаца любила Кучаву Сдержив пластинки искал мелодии Много лет и сарапанная ржавая Моя Ригонда гниет на лоджии Теперь в глазах пульсирует казино Астроносы лыбятся, слушай, брат Мелодия камнем ушла на дно Под землей виниловый Китишград Скоро ли распрямив стеклянные паруса Выйдут из этой гавани корабли Я все хуже слышу и голоса И все отчетливее голос Мы земли, я земля Выкликаю своих засранцев Из пельменной, рюмышной, из пивной Все доедено, близится время танцев Потанцуй со мной Еще одно ностальгическое Ну танцы, сейчас у нас начнутся танцы Танцевальная мелодия Скорее всего то, что я сейчас сыграю С поэта будет медленный фокстрот Но это все-таки о джазе И вот почему Дело в том, что когда я был маленький Бытовала фраза Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст Это было немножко утрировано Потому что ансамбль Леди Рознера был Олега Лунстром, армянский джаз, азербайджанский И так далее Это все имело место быть Ну чтобы слышать какие-то новинки И в общем, конечно, я слушал голоса Естественно, будучи еще мальчишкой Не гимнная сладкозвучная орфея Не марша о победах трудовых Нам подарила джазовая фея Но грязы о просторах голубых То, что грусть продолговата Я давно подозревал В небесах голубовато Бледный светится овал Дышит сумрак отдаленный Как тяжелый гадылен Я бы в слово удлиненный Сразу ставил десять н Так доносится далеко Чей-то крик сквозь долгий сон Так протяжный и глубокий Супы ставливают стон Волна недолго музыку держала И, уводя мелодию на край На сфере из далекого тиша И на прощание говорила Ну, наверное, еще один танец Ну, скорее всего, это... Плохие художники рисуют одинаково Талант не переходит с якова на всякого подобной Коти, а художник Федот Точно знает, чего хочет народ Народ хочет ясного, понятного, простого Ему неинтересно ваше новое слово Потому бессмертные лебеди и прут Олени и красавицы всех переживут Алое сердечко два белых голубка Искусство вечно, жизнь коротка Ну, вот, о людях искусства Стихотворение о человеке Посвятившему себя полностью искусству В холодной прогуренной постели Он вспоминает прошлый бенефис Аплодисменты голуби взлетели И, пока жив, уселись на карниз На потолке суровый профиль Данта Творит залива свежее пятно Шаги не командора, коменданта пробухали Общага спит давно Картинка за картинкой резво скачет Берлин, Варшава, Лондон и Париж Дают звонок, его кремерша плачет Расчесывая Ленина парик И он встает, прокашливая зычно На световое движется пятно Расшвыривает занавес привычно Срывая штору, а за ней окно В окно, может, посмотреть, можно увидеть Все, что угодно Например, родную лужу А в ней, допустим, воробушка Я спою стихотворение Дмитрия Антоновича Сухарева Которое он сам считает Одной из своих поэтических удач Как на лужу воробьишка прилетал Перемазался, по-русски поречитал Перемазался, по-русски поречитал Лужа русская от трава до мазут Зубика сохнет, тушка глохнет в жопке зуд Зубика сохнет, тушка глохнет в жопке зуд Воду русскую толочь, не растолочь То ли дым над пепелечем, то ли ночь То ли сын затем бугрищем, то ли дочь То ли китиш, то ли бритиш, то ли дочь У меня есть цикл стихов о Германии Но я прочитаю одно стихотворение Потом две песни, два стихотворения Из этого цикла я их просто спою Перед этим нужно объяснение некоторое дать Пояснение В Германии есть два городка В земле Гессен, рядом Баднаухайм и Фридберг Где жила Федерика Августа, принцесса Гессенская Она же Александра Феодоровна Императрица Российская Николай Первый приезжал к ней Как говорят у нас, просто рудейщие Женихаться И ездил на велосипедах из Баднаухайма Во Фридберг они катались Там еще целебные очень воды Баднаухайма Но прославилось это место в большей степени Пожалуй тем, что служил в армии Элвис Пресли Урод музыкант американским Служил он, конечно, как белый человек То есть он целый день занимался военными упражнениями Но ночевал не в казарме, а в гостинице И раз в году теперь проводится большой фестиваль В памяти Элвиса Пресли Съезжаются его там двойники И поют его песни Это первое Второе, значит, дальше сразу приступлю к песне Будет Воробей по-немецки два названия Шперлинг И Шпац Более приземленные Орднунг это порядок А дальше, конечно, все Все будет ясно Снился мне сон Будто царь батюшка Николай Второй И его венциносная супруга Поехали на велосипедах Из Баднаухайма во Фридберг Послушать знаменитого Элвиса Пресли Который тянул в Германии военную лянку Да еще и Гришку Распутина с собой прихватили Послушали, постояли в толпе Да и назад поехали Безовщина, возмущался Гришка Воистину так соглашалась царица Вспоминая вихляющие бедра Элвиса А царь-батюшка ехал позади И насвистывал тутти-фрути Берлинский шпац Александр Плац Охраняет памятник Марксу С маленькой винтовкой на правом крыле Он важно стоит на посту В кронах деревьев на Унтердетлинде Нарут воробьи-анархисты Но привлекает внимание туристов Стойкий марксист-воробей Берлинский шпац Александр Плац Потомок великого Шперлинга Которого хлебными корошками Подкармивал Карл Макс Не торопись, мой маленький В сказку чужую влез Из леденцов и пряников В домик объедин и вес Из леденцов и пряников В домик объедин и вес Вечер, пикник за городом Всюду видны следы Битвы с немецким ордмангом Шумной степной орды Битвы с немецким ордмангом Шумной степной орды Встретив звезду вечернюю Кулы кричат лыхаем Двинут толпой кочевники К поезду на панхаре Гномик вернется пьяненький Пискнет свое зеркут И леденцы и пряники Новые нарастут И леденцы и пряники Новые нарастут Мудрецы о тебе куме Мудрецы о тебе куме Да звучали не те слова Разводили руками лекари Крепко спит, но скорее жива И бросался в степь ковырную И распугивал воронье И на меч паутину пыльную Наорачивал, как тряпье И ответа искал у нечисти Как дорога к тебе долга А отчего ты, бедняга, омечишься Вопрошала меня ега То сидел я на хлебной корочке То безу держу пировал С пьяным зайкой на пригорочке Об одной тебе горевал От олень траву я заваривал За моря был бежать готов Зайка серенький уговаривал Поцелуешь всего делов И бездумно ломился учащие И задумчиво гладил рог Ох, Россия царевна спящая Поцелуешь навеку снишь Ох, Россия царевна спящая Поцелуешь Двадцать восьмой год Что изменилось Это наш шоу-бизнес Становят телепередачи Мы там ищем не таланты Теперь это иначе Как стать звездой Думаю, на Украине такая передача есть В России она, наверное, как-то иначе называется И танцы со звездами И цирк со звездами Звезды танцуют на коньках Прыгают в воду Ходят по канату В пастливу голову кладут И все нормально Потом поют Благополучно Ну а у нас на Украине Показывает, что если нормальный макияж сделать человеку То это будет сразу явление в искусстве В ботинках кожи голубой В носках блистательного франта Парит на воздухе герой В дыму гавайского джазбанда Внизу бокаловырка дня Внизу ни ночи нет ни дыня Внизу на выступе оркестра Как жрец качается маэстро Он бьет рукой по животу Он машет палкой в пустоту И легких галстуком из вилина На грудь картонную пришпелена Ура, ура! Герой парит Гавайский фокус над него То ручки сложит горбылем То ногу на ногу закинет То вдруг дугой изогнется Но нету девки перед ним И улетает херувим И ножка в воздухе Трясется опал Гремит единорог И бабы выставили в пляски У перегрестка гладких ног Чикжа на розовой подвеске Смеет зачнишь, гляди, гляди Но бабы мигом ускакали И медным лесом впереди Гудит фокстрот на пьедестале И так играет человек Родил в последнюю минуту Прекраснейшего из коллег Женоподобного Иуду Его музыкой не буди Он спит сегодня, помертвел Сыплячьим знаком на груди Росток болезненного тела А там над бедной землей Во слову вином и кларнетом Парит на женщине герой Стреляя в воздух пистолетом В ботинках кожей голубой Парит на воздухе герой Внизу бокалов ворка дня Внизу ни ночи нет Ни дне Дело в том, что Программу назвал-то «Семь сказок» Но на самом деле Какие-то полусказочные, сказочные сюжеты В моих песнях будут проскакивать И история, которую сейчас я вам расскажу Об одном поэте, тоже звучит как какой-то Фантастический рассказ Поведал мне его Алексей Брунов Замечательный Петерский исполнитель Он приехал в Харьков в конце прошлого года И рассказал мне следующую Почти такую фантастическую историю Грушинский Грушинский фестиваль И даже третий появился Потому что в заповеднике Я не знаю, на следующий год Может еще больше будет И вот Леша говорит На Федоровских лугах Он встретил человека Очень скромно одетым Поэтом Потом этот поэт Пригласил его к себе В деревню Самарскую область Леша Приехал к нему Дом В деревне Очень скромный Выращивает перепелок Он говорит А почему перепелки? Он говорит Да перепелки Едят Меньше чем кур Поэтому перепелки Дальше уже как в сказке Жена красавица Какая-то Совершенно Необычной красоты И как говаривает Рядом Угодья местного олигарха И она Олигарха ушла К этому человеку К поэту Это уже как сказка звучит Но это Это то что мне Леша рассказывает Вообще-то разыгрывать любит Ну Далее Больше Леша увидел у него На столе книжку Изданную в Голландии Реабилитация Шекспира Он говорит Как? Да вот является ко мне Вильям Шекспир Вот и пишу А теперь вот Об Артюре Ремпо Собираюсь писать И потом я говорю Ну мы Леша Стихотворение то прочти Он прочтил нам Совершенно великолепное Стихотворение о Голландии Великолепно Я пришел домой И сразу естественно В интернет Поисковик Этого человека зовут Михаил Онищенко И как на Украине Говорят Так того на тактике Тришечки не так То есть Ну немножечко не так Михаил Онищенко Закончил литературный Пятидесятого года рождения Закончил литературный институт В восемьдесят восьмом году Откуда его изгоняли Неоднократно Но Я думаю не за стихи Потому что лауреат Премии Островского А за наверное Поведение такое Вот Он был в областном Входил в областную администрацию Самарской губернии А потом все бросил И уехал действительно в деревню После чего написал там Более четырехсот Стихотворений Три романа Истоистика великолепная Когда фрагменты Прочитал Реабилитация Шекспира Этот человек еще прекрасно Знает английский язык И смысл этой книги Суть заключается в том Что он обрекает переводчиков Недобросовестности При переводах Шекспира Что масса неточностей Все это обосновает Очень логически Профессионал Я хотел бы и вас познакомить С его творчеством Прочту стихотворение И спою две песни На его стихе Называется Шинель Когда по родине метель Неслась Как сивка бурка Я снял с башмачки На шинель В потемках Петербурга Была шинелька хороша Как раз и мне И внукам Но начинала в ней душа Хождение по мукам Я вспоминаю Ох и ух Ту страшную обновку Я зарубил в ней двух старух И отнял кистеневку Шинель вела меня во тьму В капканы В паутину Я в ней ходил Топить муму И мучить Катерину Я в ней на радость Воронью лежал В кровище нема Но пулей царской семью Потом спровадил в небо Я в ней любил дрова рубить И петли бить на шее Мне страшно дальше говорить Но жить еще страшнее Над прахом вечного огня Над скрипом пыльной плахи Все больше веруют в меня Воры и патриархи Никто не знает на земле Кого когда разделе Что это я сижу в Кремле В украденной шинели Стихотворение называется «Домой» У белой рощи У излуки Поверить все-таки хочу Что у меня замерзнут руки И я от боли закричу Увижу дом родной Есени Где запах трав лесных живет Где мама встретит и разденет И руки снегом ототрят Мы тихо едем вдоль звуки Вознится жалко гнать коня А у меня не мерзнут руки Как будто нет их у меня Долина рощится в просеку Уныло розваль не ползут По снегу Русскому по снегу Меня убитого везут Дымит мохоркою вознится А я лежу без сигарет И надо мной летит синица Которой тоже больше нет И все мы движемся к развязке Между двух больших застывших рек И на густой загар афганский Ложится чистый русский снег И такое стихотворение его Я воду ношу, раздвигая сугробы Мне воду носить все трудней и трудней Но как бы ни стало и не было что бы Я воду носить ее, милой моей Рега холоднее небесного утра Я прорубь рублю от зари до зари Бери, моя радость, хрустальные ведра Хрусти леденцами Стирай и вари Уйду от сугроба Дойду до сугроба Три раза позволю себе покурить Я воду ношу до порога, до гроба А так же не знаю, кто будет носить А дальше вот в том-то и смертная мука Увижу ли, как ты одна в январе Стоишь над рекой, как любой разлуп Забыв, что вода замерзает в ведре Замечательный поэт Много у него стихотворения пронзительных совершенно Ну а теперь я немного к морской теме перейду Отчество мое невинно И отечество бедно А на берега не видно Есть холодное вино Анна лезет в холодильник До чего она бледна В голове стучит будильник А под сердце бьет волна Повар весел и проворен И рука его крепка Из зрачков кофейных зерен Потянулись два дымка Нас давно на яхте двое Долгим дням потерян счет Ты да я да мы с тобою Повар разве что еще Этот малый скрасит будни Скоротает вечера Но его на нашем судне Вроде не было вчера Много дьявол нам расставил И ловушек идти нет Повар вздрогом растаял Нет его и кофе нет Есть балкон и белый голубь На доске долбит пшено Сон в несбывшийся прорубь Сон в прошедший окно Повар вздрогом Когда глаза таращат страх, Решается не всяк, Набравшись смелости сказать, Я вижу это так. Трусливый замирает вдох, Куда надёжней тонкий нюх, Когда приходится всерьёз Решать одно из двух, Либо ты дурак, Либо не на месте, Либо не на месте, Либо ты дурак, Либо ты дурак, Либо не на месте, Либо не на месте, И дурак, Привольно дерзким ловкачам У короля служить, Легко искуснейшим ткачам Комцол из лески шить, Придворный люд всегда готов Вносить его без лишних слов, Но голым голого назвать Ищите дураков, Либо ты дурак, Либо ненавести, либо ненавести, либо ты дурак, либо ты дурак Либо ненавести, либо ненавести и дурак По сонке тюрловка рука, пикогов или по лисе Пусть люди видят дурака по всей его красе В прозрачной ткани не сыскать, мы не напрасно взялись ткать Что мог народ в конце концов о короле сказать Либо он дурак, либо ненавести, либо ненавести, либо он дурак Либо он дурак, либо ненавести, либо ненавести и дурак Прежде чем спеть еще одну песню, такую знойную, которая тоже связана с морем Пару стихотворений о море, что-то надо, конечно, несколько Простор сегодня одного цвета, где море, где небо Разгонись и прыгни, если полетишь, небо, если поплывешь, море Почти японское У собачонки голос тоненький, нанилает, поет Сидит мадам над женом с тоником в прибрежном баре Эль Койот Барнен зевает, пиво пенится, и берег пляжный длиной Перемножается и делится на сумму выручки дневной На сушу выбросилась камбала, виновен сероводород В ее глазах застыла шамбала, может быть, наоборот Рекой познание космическое, она плывет внизу Тибет Счастливой долей кармической, она довольна, рыбы нет Из малых огоньков метелится, что очень скоро будет там Где половые клетки делятся, внутри скучающие мадам В высших сферах интеллекта, где ссылаются на Гегеля и Канта В состоянии гипнотического транса, отупленный беседой Табаком и алкоголем, словно водоросли Медленно качались в репетанго, и подхрипло дыхание Загзалона, а плечи расплесковые губы Он шептал о том, что жизнь существования Всевозможнейшего рода одиночества И рука его скользила в декольте И согласованность в движениях угождала В несомненном преимуществе не мыслить Уподоблившись растению, где-то там, вблизи моря Чтоб забрызганной рыбью чешуею У него над головой сверху колонеба Чтоб раскачиваясь медленно и плавно Слушать редкой красоты Куратурное саправо юной девы Что поет на бедном юноше Который бредил дивными стихами Но при этом был несчастным Ужасно одиноким Но как всякое растение Без участных страданий Стрепенуться на мгновение Если с моря вдруг накатит До свежающей, влажной, легкий бриз Но поиграв волной Он развратит покой В росы питания и ханей Сдавленный стон кораблей И только хриплое дыхание саксофона И только страстное мычание контрабаза И только плачь Обглотанных камней Еще одно прибрежное стихотворение Я отдыхал многие годы В районе Затоки, под Одессой Там пограничники нас все время гоняли И когда перед отъездом Мне надо было идти в районное отделение милиции Получать справку Которая давала мне право Проживать в пограничной зоне Потому что рядом Измаил был И вот навеяло мне это следующее Майор контрразведки Кремень Хватает волну за гребень Тащит ее на берег И грозный полковник Терех Кричит под волну сурово Подводники, вы готовы? Аквалангисты, готовы? Глухо в ответ, готовы Миги морская бригада Тащит на берег гада Гад чешую роняет Рыбой тухлой воняет Пятится, осьминожит Это вряд ли поможет Делает вид, что помер Это напрасно номер Шепчет I'm sorry, pardon Простите, но буду гадом Так переводит Кремень И отпускает гребень Давай волны Волне свободу Иди и служи народу Ее напутствует Терех Пляжный пустеет берег Шагая чете порога На каблуках высоких Дрожайшая супруга Ко мне прижалась боком И я супруг дрожаешь И оба мы дрожим И ты мне предлагаешь Давай-ка пробежим Вода летит отвесно И пузырится в лужах Бежишь тяжеловесно С одышкой неуклюжа И башмачок хрустальный Размер сороковой С ноги твоей слетает И ты кричишь мне Стой! И я самозабвенно В ручей за ним сигаю И я его мгновенно В припрыжку настигаю И мы с тобой смеемся И шутим не в попад И мы в любви клянемся Как много лет назад И вот уже в обнику С одышкой, но без дрожи Как на семейном снимке Я старше, ты моложе И тщательно стремимся Признание заглушить Что так с тобой боимся Друг друга переживайте Ну, теперь будет совершенно иная песня О нашей несчастной бедной истории Сейчас у нас новый учебник пишут исторически Но в данном случае я к этому уже отношусь Более, как говорится Более благорасположение мне к этому учебнику В большей степени Нежели к предыдущему И вот почему Потому что во время оранжевой После оранжевой революции История Украины и так радикально изменилась Совершенно до неузнаваемости Все эти приоритеты Перевернулись Как говорится с ног на голову Бандера стал героем Украины Шухевич С Бандеры, к счастью, сняли героя Теперь, надеемся, и Шухевича тоже Потому что для нас это непонятно Потому что столько народу погибло От рук этих людей Ну как можно Поэтому и учебник все-таки корректируется Ну более как-то Как мне кажется Правильную сторону Хотя история и правильно Эти два понятия И так оно и было Они не кажутся обычно Это тоже сказки По большому счету Только более современные Но может более страшные К сожалению Ну вот Коротким взмахом руки В атаку двинул полки И поскакал в гусерманские степи И все, что он завещал Надежно внук защищал И защитил кандидатскую степень Мол, дед его испылин Морями кружку лил Хотя за что и зачем Непонятно И доказал сам себе Пробелы в каждой судьбе Являют самые светлые пятна И в каждом светлом пидане Герой на белом коне По снегу скачет Веселый и смелый И за спиной белый дым И ворона белый над ним И в небе ангел трубит Белый-белый И за спиной белый дым И ворона белый над ним И в небе ангел трубит Белый-белый Я продолжу эту тему, я спою свое короткое стихотворение И стихотворение Бориса Алексеевича Чичибабина, моего замечательного земляка Замечательного поэта Стихотворение называется «Смутное время», написано в 1946 году, когда он был узником Вятлака Ну, было тогда 23 года всего Жили-были старик со старухой у самого синего неба Старик ловил небодам звезды, старуха их продавала маршалам до погоды Так жили они и поживали, 30 лет световых и 3 года Маршал воевали, пока не закончились люди Старик ловил небодам звезды, пока не закончились звезды А бог и его соперник ловили души людские Пока не закончилось время По деревням выходят деды, поросят медные гаражи С полуночи лезут шведы, с юга шпыни до шиши А в колосьях приют зерна, пахнет кладбищем земля Поросли травою черной, беспризорной поля На дорогах стынут трупы, пропадает богатырь В очарованные трубы трубит матушка Сибирь На Литве звенят гитары, тула точно топоры На Дону живут татары, на Москве сидят авары Льнет парочки русый рыцарь, захмелела голова На словах ты мастерица, вот на деле какова Не кричит ночами петел, не румянится заря Человечий пышный пепел гости возят за моря Знает, с великого похмелья завязалась канитель То ли плаха, то ли келья, то ли брачная постель То ли к завтриму быть может воцариться, но вы так дать И никто нам не поможет, и не надо помогать Давайте я вам Чичибабина прочту Вот так мне пришло, я надеюсь, что не собьюсь Ночью Черниговской, с гора Рарадских, шорсткой ушей доставая до неба Чаду пасая от милости братских, скачут лошадки Бориса и Глеба Плачет Господь с высоты осиянной Церкви горят золоченой звездкой Мечного стрел святополка каянной Дышит убивца за каждой березкой Еле касаясь камень из синая Темного бора, воздушного хлеба Беглую рысью кормильцев спасая Скачут лошадки Бориса и Глеба Путают путь им лукавые черти Даль просыпается в россыпях солнца Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти Мук неприявший вовек не спасется Киев поникнет, расплещется Волга Грянет Царьграда приченно и слепо Как от кровавых очей святополка Скачут лошадки Бориса и Глеба Смертонько ждет их на выжженных пожнях Нет им пристанище, будет им плохо Коль не спасет их бездомный художник Бражник и плужник по имени Леха Пусть завершится веселое чудо Служится красками звонкая треба В райские кущи от здешнего худа Скачут лошадки Бориса и Глеба Бог вседержитель с лазоревой тверди Ласково стелет под ноженки Путин Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти Чад убиенных волшбою разбудим Ныне и присно покручен синая По полю русскому в русское небо Ни колоска под собой не сминая Скачут лошадки Бориса и Глеба А вот какое стихотворение написал ему Александр Аркадьевич Галич Дело в том, что Чичибабина и Галич познакомились в Москве на квартире Шаровых Дело в том, что как вообще получилось очень интересно Дело в том, что много лет назад, вот когда была перестройка в 90-е годы Мне предложили на Харьковском телевидении провести передачи об авторской песне Называлась «Гитара и слово» и первую передачу я решил сделать Это Галичи, потому что Миша Кражановский, «Царство его небесное» Он дал мне редкий материал, видео Фильм Ральфа Голдина «Беженцы» о Галичи Который в Норвегии был снят Очень пронзительный фильм Дело в том, что когда Галич поет в этом лунопарке Стоят норвежцы, они не понимают его Служат из вежливости, а он поет, когда я вернусь И заканчивается еще этот фильм, что он стоит у магазина музыкального И там пластинки Вот здесь и моя пластинка Вот она вышла Доживу ли я когда-нибудь, когда в магазине «Мелодия» на Арбате Будет продаваться моя пластинка Привезет ли меня кораблик мой домой И вот они познакомились в Москве И Галича Чичибабина к тому времени уже изгнали из Союза писателей Была очень теплая встреча и есть запись Андрей Крылов, спасибо ему, дал мне эту запись И я вдове поэта Лилии Семеновне Чичибабина передал эту запись Они читают тогда стихотворение, за которое их, в общем-то, изгоняли И Галич написал посвящение Чичибабину, мне кажется, самое лучшее, самое точное из всех, которые были Называется «Первый псалом» Он ему прислал в письме Я вышел на поиски Бога, в предгорье уже рассвело А нужно мне было немного, где пригоршни глины всего Из гор я спустился в долину, развел над рекой костер И красную вязкую клину в ладонях размял и растер Что знал я в ту пору о Боге на ранней заре бытия Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я И полон предчувствием смутным Мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым Что он пожалеет меня Когда же он померк этот длинный День страхов, надежды, скорбей Мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне Иди и убей И каднули годы и снова, все так же, но только грубей Мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне Иди и убей И шел я дорогою праха Мне в платье впивался репей И Бог, сотворенный из страха, шептал мне Иди и убей Но вновь я печально и строго С утра выхожу за порог На поиски доброго Бога И ах, да поможет мне Бог Прекрасный поэт А сейчас я немножечко тему сменю Я свое стихотворение замечательного поэта, прозаика, эссеиста, креативного директора, еженедельника, собеседника Дмитрия Быкова Самой знакомый, я услышал, как Дима читает стихотворение Мне показалось настолько соцзвучным нам бардом ее и поэтом Называется «Басня» Да, подлый муравей, пойду и попляшу И больше ни о чем тебя не попрошу На стеклах ледяных И крает мертвый глянец Зима сковала пруд А вот и снег пошел Смотри, как я пляшу Последний стрекозол Смотрю, родина на мой Последний танец Ах, были времена под каждым нерестком Был столик, вазочки, чайник со свистком И радужный огонь Расистого напитка Мне только-то и впрок в обеде лемерской Что добывается не потом и тоской А так из милости задам от избытка Замерзли все цветы Ветра сошли с ума Все, у кого был дом Попрятались дома Согненные рабы Соломинки таскают Мы ж не способны к работе и борьбе Умеем лишь просить Пусти меня к себе И гордо подыхать Когда нас не пускают Когда-нибудь в раю Где пляшет в вышине Веселый рой теней Ты подползешь ко мне Худой Мазунистый, угрюмый, больший рот И завистью следят Воздушный мой прыжок Попросишь стрекоза Пусти меня в кружок А я тебе скажу Пойди-ка поработай Он говорил Едово дыше Будешь моей особлью Буду бы с лезвия ножа Лед посыпая солью Дверь запирая на замок Уже не гадал, не чаял Но по утру туман помог Лед без тепла растаял Счастье ли мерещится В краю далеком Слышится, как плещется волна У окон у дом Я осталась его женой Бог благодарил он Но незаметно наладной Стирать начнет Выкрутит, проплощит Так отчего же он сам не свой Сон ли его изводит Как по ревке бельевой В небо она уходит Счастье ли мерещится В краю далеком Слышится, как плещется волна У окон Слышится, как плещется волна Слышится, как плещется волна А теперь я вас познакомлю с творчеством, но немножко, совсем замечательного поэта Ольги Родионовой. Она живет в Америке. Когда я выступал в Америке, я спрашивал, в каком городе, потому что вроде как был Лос-Анджелес, а теперь говорят, да нет, она в каком-то маленьком-маленьком городишке. Название не запомнил. Просто в 2008 году мне попалась в журнале «Знамя» подборка ее стихов. Очень интересные, необычные совершенно стихотворения, друг на друга не похожи. Я взял, мне понравилось, посвящение некоему Стасу. Конница, конница Конец, конец Конец Конец, конец Конец Больше ни словечко не напишу Здравствуй, Маруся, прощай, Маруся Больше ни словечко не напишу Прежде чем песню, когда я предваряю, которую сейчас исполню, словами, что современный сленг не дает мне покоя Хочется разрядиться Я решил разрядиться таким образом Это было про Маруся, теперь будет про Маруся Имел бы я, Марусенька, немного бабла Давно уже не слышал бы твое бла-бла-бла Не ел бы я по праздникам прокише твой борщ На заборе купил бы сразу новенький борщ Весь день тебя катал бы я на этом борще Затем, чтоб ты забыла о прокише в борще Купил бы телек Сони, а тебе новый фен Сидел, как на иглебе, на шин Сони и ФМ И вот летим по трассе на борше и ты И вдоль дороги всей нам залюдуют менты По радио нам крутят агустический рок Но что за дура, фура стало там, поберёк И нам с тобой не осталось лишь удар получить Такой, что мы сумеем даже рай проскочить О пустоте ни порша, ни друзей, ни бабла О пустоте лишь личное твое бла-бла-бла Не зихо ты, Маруся, прокише свой борщ Не зихо ты, Маруся, прокише свой борщ Не зихо ты, Маруся, прокише свой Ну, никто из ребят сказал, что это будет серьезно воспринимать. Ну, в определенных кругах. А мы нет. Ну, теперь греческая тема. Очень излюбленная. Люблю греческую мифологию очень. Будет несколько писан на эту тему. Ну, одно стихотворение, короткое перед этим. Нас греки древние любили, Мудры и на руку легки, Они посуды много били, Чтоб нам достались черепки. И клады прятали небрежно, Везде монетами царя. Затем, чтобы познать успешно, Могли мы каждого царя. Они грядущего картины легко могли воображать. И сразу строили руины, Чтоб ничего не разрушать. Ну, дело в том, И перед тем, как буду петь, Одно слово будет, не наше английское, Бьюз, непотребство, кровосмешение. У этого слова много значения. На чудо-острове, где блаженство, Коровьим выбеним по губам. Китовый остров, как совершенство, Архитектуры, высокий храм. Жара там выдавит пот на капли, Загнетесь тюбиком, как вопрос. Где мы, на Кибре или на Капре, Или на мысе собачий нос? На мысе держат нас и по ветру, Погрешность градуса, минус плюс. Там чужеземец глядит на Федору И тычет пальцем в нее эбьюз. А на автограф дает охотно И убегает за горизонт. И может где-то почти упонт, Она гонит вырванный ветром зонт. И оглядевшись, звук мою вдоль, По Ипполиту подымет вой. На мысе, где Парфенон, Китова еще разбить не успел прибой. На мысе, где Парфенон, Китова еще разбить не успел прибой. Продолжаю греческую тему. Не очень нас события богаты, Деньок кустовский выпал, как зеро. И местный археолог тащит хату, А каменевшая русала черебро. Так рыжий в поселочном музее Приезжий Виталий Ратозей. По крыше ходит голубь за голубкой, Он кланяется, раздувает сок. Отцовское попыхывает трубкой, За ними наблюдает мальчик-поп. Две дачницы, сестры Наталья с Марфой, На море шти озвучивает арфой. Хозяйка приготовила обед, Почесывает спину бультерьер. Хозяин дачи, он же краевед, На огороде откопал триеру, И снова закопал, и очень рад. Так лучше сохранится экспонат. Поэт с рожденья, Поэт с рожденья, С рифмой до точки дошел, И написал ни дня, ни строчки. Склонился над стихами птичьих, Склонился над следами птичьих лапок, Песочные часы ложатся на дык. А сахмельная плавает в вене, Лениво день прополз через экватор, И кажется, что слышу шум в ушине, Пощелкивает главный калькулятор, Сводя значение бытовых причин, До бесконечно малых величин. Дерево от калитки, На свадьбу ползли улитки, Полвека ползли пыхтели, К началу едва успели, Чтоб все разглядеть поближе, Забрались на теплый камень. Священник прочел молитву, И гости сказали амин, Чтоб доброй была пирушка, Довольно вина и сына. Невеста была толстушкой, А жених был пронырой, В трещинках, паутинках, Улиткам казались люди, Как эмаль на старинной И дорогой в посуде Кузнечик в траве высокой, Пела любовью вечной, Луна на руине кроткая, Глядела лицом овечьим, От дерева до калитки, Со свадьбы ползли улитки, Веселые песни пели, В конце пути и каменей. Я помню в Америке в одном из городов пел песню, Спел ее от женщинский голос, Какой ужас! Я просто тогда сказал, Кто был на юге, Видел эти домики, Улиток уже нет, А домики остались, Они на кустике вот такая... Надо быть внимательнее просто. Хорошо, сейчас ее вот Тоже почти сказочный персонаж сейчас будет. Под желтой звездой фонаря городского Шарманкой стоит молодая корова, Шарманка играет, корова поет. Поэт от везде нижья горькую пьет, Деревья, как пальцы мои, холодеют, Ряды безнадежно влюбленных рядеют, По улице пара бредет кое-как, Надо нею законный сгущается брак. Судит бытовуха, Себя пожалеет, Свистит возле уха на старе ее фалейта, А я не горюй, прощай и прости, Пойду к фонарю я свистить и свистить, Там свет разгоняет унылые тени, Там пьяный поэт, Отдаю, преклоняет колени И шемчет корове, Родная моя, И капают слезы на морду я.